Всем привет, с вами Артем. В последней еженедельной подборке твиков из Cydia я рассказывал вам о расширении под названием Loginfo 8. Тогда я вскользь упомянул о данном дополнении, однако после детального изучения решил, что твик заслуживает полноценного обзора. Это расширение позволяет значительно расширить функционал экрана блокировки, а также улучшить работу с уведомлениями в центре уведомлений и на локскрин. Итак, первое, на что следует обратить внимание после установки Loginfo 8, это на изменения в центре уведомлений, а именно на способ добавления виджетов и их настройки. Теперь мы не просто выбираем панели, которые будут отображаться в верхней шторке системы, но и выбираем параметры для них. Можно включить отображение каждого виджета на экране блокировки, а также отображение панели для скрытия того или иного виджета. Как видите, при нажатии на панель с виджетом он может скрываться. Также есть возможность включить или отключить автоматическое скрытие. Включив определенные виджеты для отображения на экране блокировки, вы будете получать информацию по ним, не запуская верхнюю шторку системы. Как видите, на данный момент у меня установлено три виджета. Один из приложения Погода, которое распространяется в App Store, а не стандартной программы из iOS 8. Второй из приложения iMotion и третий из программы pCalcLight. Я включил отображение виджета Погоды и мониторинга системы на экране блокировки, а третий виджет доступен в центре уведомлений. Как вы видите, при добавлении блока в центр уведомлений мы видим теперь не только приложения с виджетами, но и все другие программы, установленные на нашем iDevise. Если таким образом добавить любое приложение, которое не содержит виджет в данную панель, то оно будет выводить свои уведомления на первой странице центра уведомлений, а не на второй. Такой подход к организации уведомлений виджетов позволяет и вовсе отказаться от двух разделов верхней шторки системы и использовать только один. После того, как я добавил приложение «Телефон и сообщения» в первый раздел контрольной панели, они будут отображаться в виде пропущенных уведомлений. Нажатие на данную панель будет раскрывать сообщение либо пропущенный телефонный звонок. Также на экране блокировки появляется возможность очистить все уведомления, потянув его вниз. Теперь обратите внимание на статус-бар устройства, а точнее на правую его часть. Возле батареи отображаются индикаторы, которые также сигнализируют о том, что есть пропущенные уведомления для того или иного приложения. За включение или отключение каждого индикатора отвечает соответствующая опция в параметрах центра уведомлений. Она появится после установки LogInfo. В параметрах твика можно скрыть надпись «Разблокируйте», а также отключить отображение обложки воспроизводимого трека на LogScreen. Отдельные параметры позволяют настраивать время затухания экрана при определенных событиях. Так дисплей не будет гаснуть при работе с определенными виджетами и сделает работу на экране блокировки более комфортной. Отдельный переключатель может разрешить обход пароля при запуске приложений из виджетов с экрана блокировки. Раздел с параметрами уведомлений позволяет выводить стандартные уведомления на заблокированный экран либо только те уведомления, которые добавлены в верхней шторке системы. Как вы видели, одним из элементов твика является погодный информер. В параметрах можно отключать детальное отображение текущего уровня погоды, есть возможность включать или отключать время в статус баре, а также отображать дополнительную страницу с прогнозом на несколько дней. Есть возможность выбрать интервал обновления данных о погоде. Чем он будет чаще, тем больше твик будет влиять на разряд аккумулятора устройства. При помощи дополнительных переключателей вы сможете заменить фон на экране блокировки, а также на рабочем столе на фон текущей погоды. Красивые обои с облаками, солнцем, дождем, грозой могут быть анимированными либо статическими. Отдельный раздел в настройках твика позволяет управлять параметрами виджета календаря. Добавить его вы сможете в параметрах центра уведомлений и также вывести либо только верхнюю шторку, либо на экран блокировки устройства. Данный виджет позволяет выводить данные о предстоящих событиях в вашем календаре и ничем примечательным не отличается. Последний блок настроек позволяет скрыть тот или иной раздел в центре уведомлений. Вы можете отключать раздел с виджетами, а также раздел с пропущенными сообщениями. Как видите, можно применить различные параметры для верхней шторки как на заблокированном экране, так и на разблокированном. А последняя настройка предназначена для скрытия блока с текущей датой верхней шторки системы. В итоге мы получили отличный комплексный твик, который позволяет заменить большое количество мелких расширений. С его помощью можно не только расширить функционал экрана блокировки, но и упростить работу с входящими уведомлениями. Твик распространяется в репозитории ModMyEye по немалой цене $4.99, однако имеет 14-дневный пробный период. Как вы понимаете, и без того немалый функционал твика может быть отлично дополнен любыми виджетами из приложений в App Store. На этом все на сегодня. Не забывайте делиться вашим мнением и лайками под видео, добавлять ролики в избранное, а также подписываться на канал. С вами был Артем, пока!